Зачем нужна монопучковая зубная щетка? Деньги на ветер или все же необходимость? Все знают, что есть обычная мануальная зубная щетка, есть электрическая зубная щетка, есть даже ирригатор для полости рта. А что такое монопучковая зубная щетка? Она вообще нужна или это традиционный маркетинговый ход? Досмотрите это видео до конца и вы поймете, маркетинг это или необходимость. Здравствуйте, меня зовут Светлана Лошневская, я детский стоматолог и я фанат профилактики. Сегодня разберем классную тему, это монопучковая щетка. Про эту щетку обычно знают ортодонтические пациенты, но остальные почему-то не в курсе, хотя я считаю, что это классный дополнительный гаджет при гигиене зубов. Итак, монопучковая щетка. Ортодонтическая это длинный вот такой вот плотный пучок и обычная щетка, она более короткая, но также с плотным пучком. Чаще всего это мягкая достаточно щетина, но за счет того, что она очень плотно набита, то она ощущается как такая щетинка средней или даже может быть жесткая. Для ортодонтических пациентов она нужна, чтобы прочистить зубы между дугой и, соответственно, поверхностью зуба. То есть мы ей поддеваем под дугу и чистим вокруг брекета. Щетка монопучковая обычная, она подойдет, кстати, и со всем лялечкам, у которых только недавно прорезали зубы, так и взрослым пациентам. Она нужна для того, чтобы прочистить труднодоступные места. И наиболее сложное место для очистки это у нас предисневая область. Я сейчас близко на модели покажу. А те, кто носит брекеты, они же могут проплатить, например, ёршик? Ёршик просто это очень большое количество всяких гаджетов. Мы не всегда будем носить с собой в косметичке такое количество разных средств и предметов гигиены. А пучок это что-то такое универсальное. При этом вы можете пучком почистить как поверхность, где брекетов нет, так и ту поверхность, где брекеты есть. Неважно, какие у вас брекеты. Они могут быть и лингвальные, то есть с внутренней стороны, и внешние, да, со стороны губы, щеки. И когда мы улыбаемся, их все видят, нет никакой разницы, все равно. Значит, первое, что важно, нужно правильно научиться держать монопучок. Если мы чистим ребенку, то мы держим его как пищущее перо, как ручку. Это, предположим, у нас лялечка. Мы держим вот так вот верхнюю губку, и нам нужно такой дрожащей рукой создать такой легкий тремор, пройти, как будто обрисовывая зубик, особенно участок возле десны. Это очень важно. Именно там остается большое количество зубного налета. Так вы проходите все зубы. Если есть какие-то участки, которые плохо вычищаются обычной щеткой, это очень часто у детей внутренняя поверхность, да, вот тут у нас язычок, и деткам обычно неудобно, когда мы чистим изнутри. Вот тут особенно тщательно проходим. Щетка эта в пасте не нуждается. Поэтому после того, как вы почистили обычной щеткой с пастой, вы берете эту щетку и на сухую прочищаете все труднодоступные места и делаете акцент, как я уже сказала, на придесневой области. У взрослых похожая техника, но мы будем держать пучок по-другому. Есть два варианта. Или так, да, или мы немножко контролируем давление пальца. Вот так это будет происходить. То есть вот наш пациент, как он себе чистит. Тоже дрожащая рука. И вдоль зуба, вдоль десневого края идет эта щетка. Если мы рассматриваем с вами идеальную технику, то щетка должна поворачиваться так и сюда. Почему? Потому что у нас вот здесь как раз скос сделан у щетинок. Это не просто так. Тут все продумано. И вот эта ручка многогранная, она вся продумана для того, чтобы ее было удобно держать в руке и за счет вот этих граней делать разворот. Щетку эту мы меняем реже, чем обычную, потому что нам достаточно использовать ее один раз в день. Но если у вас есть время, в обеденный перерыв, или я не знаю, в пробке вы стоите в машине, классно иметь такую щетку под рукой и не лишним будет пройти эти участки. Если вы тоже пользовались монопучковой щеткой, то в комментарии напишите ваше впечатление о ней. Очень важно следить за состоянием своих зубов и десен. И именно стоматолог должен правильно подобрать средства гигиены индивидуально под ваш клинический случай. Поэтому вы можете приходить к нам в клинику, знакомиться с ассортиментом, который у нас представлен, и консультироваться с врачами о том, что подойдет для вашей гигиены. Ссылку на нашу клинику мы оставим в описании. И сейчас появилось такое ноу-хау. Это звуковая щетка, у которой есть насадка именно в форме монопучка. Это личная моя щетка, я ее обожаю, у нее несколько режимов. И эта щетка, конечно, наиболее эффективно удаляет налет и биопленку из вот этой предисневой области. Очень вам советую. Ну, за счет того, что мы ее реже меняем, потому что мы ей пользуемся реже, я думаю, что мы в любом случае выигрываем. И в цене выигрываем, и в том, что мы не лечим зубы. Это действительно классная щетка, и когда вы начнете ей пользоваться, вы почувствуете вот это ощущение шелковых таких зубов. То есть обычно я своим пациентам говорю, что мы чистим зубы и после языком проверяем. Вот так. Так вот, после этой щетки остается ощущение действительно таких гладких шелковистых зубов. Это можно сделать дома эксперимент, даже не используя пасту, просто почистить этой щеткой тщательно зубы и увидеть разницу. На нашем канале уже очень много полезных роликов, поэтому подписывайтесь на нас и ставьте колокольчик.